Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней? Этот вопрос прозвучал в эфире российского телеканала «Дождь» в 70-ю годовщину снятия блокады Ленинграда и вызвал грандиозный скандал. Операторы кабельной связи начали отключать «Дождь» от вещания еще до решения официальных органов. Хотя вопрос, который был задан, правильный. Может быть, даже один из главных вопросов, ответ на который страна не может найти вот уже 70 лет. Возможно, она не находит его, потому что не ищет. Гораздо выгоднее создавать миф о героическом прошлом, чем поднимать неудобные и жесткие вопросы. Почему, например, Сталин во время войны жертвовал целыми армиями? Почему из того же Ленинграда вывозили продовольствие перед блокадой? Удивительно, но в российской истории есть примеры, когда врагу сдавали не просто города. Москва, 1812 год. Почему ни у кого не возникает сомнений в том, что тогда поступили патриотично, сдав город Наполеону? А ведь в подожженной Москве оставались люди. Между тем, сегодня усомниться в героическом прошлом, почти что совершить преступление. Мы считаем, что у журналистов есть право задавать любые вопросы. Любые, даже самые провокационные. Поэтому в знак солидарности с телеканалом «Дождь» наш канал сегодня проводит свой опрос. Наверняка многим из вас он тоже покажется провокативным и даже кощунственным. Но работа журналистов – задавать вопросы, а не отвечать на них самим. Мы имеем право спрашивать, а власть не имеет права нас за это закрывать. Или отключить от вещания. Мы призываем СМИ других стран последовать нашему примеру и поддержать единственно независимый российский телеканал – «Телеканал «Дождь». Итак, наш вопрос вам сегодня звучит следующим образом. Читаете ли вы, что европейские евреи сами спровоцировали Холокост? Наш телефон – 1-900-50-22-44. Наберите цифру 1, если ваш ответ положителен, и цифру 2 в случае отрицательного ответа. О реакции на опрос «Дождя» и возобновившейся дискуссии вокруг поиска национальной идеи России в репортаже Аркадия Цирульникова. Такой масштабной реконструкции Питер еще не знал. На улице минус 20, а на проспекте Непокоренных – грандиозный военный парад. С момента снятия блокады – 70 лет. Ленинград вошел в число важнейших рубежей защиты нашего Отечества. Еще одна реконструкция у деревни Порожки под Питером. Именно там советские войска прорывали блокаду. Около 500 статистов в форме Второй мировой на раритетные военные техники шли в наступление. И даже сейчас, спустя 70 лет, о тех временах говорят заголовками боевых листков. Наши, собственно говоря, бойцы только на любви к родине, к жизни, собственно говоря, победили. Тогда, 70 лет назад, тоже было много лозунгов, но мало хлеба. Блокадный Ленинград без официоза, по мнению многих историков, это история предательства. Голосов таких, как Марк Солонин, не было слышно по государственным теле- и радиоканалам. Пока не замкнули блокаду, из Ленинграда вывозили с удовольствием. Когда же ее замкнули, возможность навигации по Лазаревскому озеру две-три больших среднего класса в день полностью сняли бы всю проблему с голодом Ленинграда. Точно так же полтора года назад российская власть презентовала 200-летие Бородинской битвы на несколько миллиардов рублей. Вот, например, лишь одно из мероприятий – конный поход Москва-Париж русских казаков. И лишь историки говорили, что русская армия самые большие потери понесла не в ходе боев с Наполеоном, а за два года стояния в покоренной Франции. 40 тысяч русских солдат бежали от рекрутства и крепостного права. Еще не раз красная конница даст почувствовать врагу в силу своего сабельного удара. Точно так же и с героической обороны Москвы. Витрина событий, реконструкция парада 7 ноября 1941-го, изнанка, гибель по вине Сталина целых армий в окружениях под Харьковом, под Киевом, миллион погибших под Оржевом. Героическое прошлое – один из главных нацпроектов Кремля. В этой связи многие аналитики говорят, что желание Путина стандартизировать учебники истории из того же разряда, подарить России такую историю, которой можно гордиться. Стоит подумать о единых учебниках истории России для средней школы, рассчитанных на разные возрасты, но построенные в рамках единой концепции, в рамках единой логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого. В то время как государственные российские телеканалы транслировали патриотические лозунги, Дождь сделал попытку исторического анализа. За это и поплатился. Опрос на Дожде, надо ли было сдать Ленинград ради спасения жизни гражданского населения, оказался роковым. Журналистов уличили в отсутствии патриотизма и кощунстве. Бывает порою так, что телеканал из посредника между зрителем и информацией, сам того не желая, превращается в ньюсмейкера. На Дожде как раз сейчас такая ситуация. Телеканал и его журналисты оказались в эпицентре скандала. Дождь, затронув тему блокады, оказался в блокаде сам. В едином порыве его вещаний один за другим прекратили многие крупные кабельные провайдеры. От Дождя ждали как минимум извинений, как максимум кадровых чисток. Уволить сотрудника, это значит вот тот самый сдать своих. Это просто как, это же член команды. А что подумают все другие сотрудники, если я себя как руководитель так поведу, значит я в любой момент кого хочу могу сдать. И поэтому, конечно, я этого никогда не сделаю. Еще вчера коммуниста Виктора Анпилова считали политическим маргиналом. А уже сегодня он слово в слово озвучивает официальную позицию российской власти. Анпилов, журналист советской закалки, говорит языком плаката. Постановка вопроса в том плане, что, может, надо было сдать, озберечь сотни тысяч жителей, но она кощунственна в том отношении, что она не то что умаляет подвиг ленинградцев, она напрочь опрокидывает, что ли, представление и воспоминания об этом подвиге. Дождю пришлось принести извинения. Но вопрос остался. В блокадном Ленинграде погибло по разным оценкам до полутора миллионов жителей. В советские годы анализировать просчеты ставки Сталина запрещалось. И вот уже в 21 веке журналисты Дождя вынуждены извиняться за попытку усомниться в правильности действий Сталина. Писатель-сатирик Виктор Шендерович уверен, что Дождю оправдываться не за что. Мне кажется, совершенно блестящая формулировка. Провокативная, заставившая вздрогнуть общество, заставившая думать, спорить. Таким и должен быть вопрос провокативным. Ничего плохого в этом вопросе я не вижу. То вот реакция общества как раз, и элиты, и власти, показала, что вопрос таки был сформулирован правильно. Этот же вопрос о сдаче Ленинграда с целью сохранить людей в конце 80-х задавал писатель-фронтовик Виктор Астафьев. Тогда вовсе ушла перестройка, и это не считалось крамолой. Еще раньше, в 70-е, об этом спрашивал другой писатель-фронтовик и блокадник Даниил Гранин. На этой неделе он рассказывал в Бундестаге, нынешнему руководству Германии, о секретах выживания в блокадном Ленинграде. Выживали большей частью, ну не все, конечно, большей частью те, кто спасали других. Спасали, ходили в очередь, там приносили воду, топили, ухаживали за больными. Даниилу Гранину, Ангела Меркель и ее коллеги аплодировали стоя. В России его правда, кроме дождя, никому не нужна. Национальная идея – Россия – великая страна. А у великой страны не может быть негероическое прошлое, так же, как и негероическое настоящее. Олимпиада в Сочи – еще один подобный нацпроект, только намного дороже – около 50 миллиардов долларов. А блокадникам выписали премию – по 3000 рублей. Это меньше 100 долларов. Тем же, кто провел в блокадном Ленинграде меньше 4 месяцев и вовсе никаких денег. Средняя пенсия по стране – меньше 500 долларов. Побежденные немцы живут куда богаче. Зато в России – реконструкции былого величия и Олимпиада. Аркадий Цирульников, Александр Картавцев и Алиса Шамир специально для программы «Мировой порядок». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...